Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы луковица пустила зеленые перья, необходимо прорастить сами корнеплоды. Обычно для выращивания зелени на подоконнике используют репчатый лук. Следует выбрать луковицу примерно одинаковой величины и диаметром около двух сантметров, без каких-либо повреждений. Все подходящие луковицы поместить в контейнер с горячей водой и поставить в теплое место на 24 часа. После такой процедуры также осмотреть луковицы на возможные появившиеся повреждения, отрезать верхушки и высадить в грунт. Выращивать лук можно в любых ящиках, глубиной от 7 сантиметров. Для грунта подойдет обычная земля или субстрат песок, гравий и керамзит. При выборе субстрата для выращивания зеленого лука необходимо провести его обеззараживание с помощью раствора марганцовки. Затем следует заполнить ящики грунтом на 4 сантиметра, хорошо пролить водой и слегка заглубить луковицы, придерживаясь расстояния в 2 сантиметра между ними. Поливать луковицы необходимо через день, а также следить за состоянием грунта. При излишках влаги луковицы сгниют. Зеленый лук будет сочным и вкусным, если в первые дни его выращивания оставить контейнер в теплом и темном месте на несколько дней. Как только луковицы начнут пускать перья, контейнер следует перенести на подоконник. Зеленый лук со всеми полезными свойствами и насыщенным вкусом может вырасти только при условии хорошего освещения. В случае, когда дневного света недостаточно, следует использовать дополнительное освещение. Рекомендуется срезать перья лука по прошествии трех недель после посадки. Есть еще один способ вырастить вкусный зеленый лук на подоконнике, который не предусматривает использование грунта. В емкость средних размеров следует вертикально уложить луковицы и залить их водой на четверть. Важно вовремя подливать воду по мере испарения и не оставлять луковицы сухими. Через 2-3 недели на подоконнике появится сочная, красивая и ароматная зелень. Употребление зеленого лука зимой поможет избавиться от усталости витаминоза, повысит иммунитет и улучшит пищеварение.